Ребята, всем привет! В этом видео я режу шпон, клею его горячим способом, выставляю ножи и фуганка при помощи самодельного приспособления и любуюсь результатом проделанной работы. Но обо всем по порядку. Итак, для изготовления приспособления понадобится кусочек фанеры размером 150 на 200 мм и небольшой отрезок шпона толщиной 0,5 мм. Если шпона нет, вместо него можно взять плотный картон, разницы нет. Еще будут нужны неодимовые магниты, отверстия под которые буду делать при помощи фрезера и фрезы 10 мм. Делаю разметку для будущей фрезеровки и устанавливаю направляющий брусок при помощи струбцины. Примерно размечаю место под магниты. Чтобы не ошибиться с глубиной выборки, в качестве ориентира использую один из магнитов. Помещаю его на револьверный упор фрезера. Фреза при этом должна касаться заготовки. И винтом микроподстройки слегка касаюсь магнита. Это и есть вся регулировка. Собственно после этого и произвожу фрезеровку. А пока я убеждаюсь, что сделал все правильно, хотел сказать вам всем спасибо за такую невероятную активность под последним роликом, которая помогла вывести его в рекомендации. Вы все просто огромные молодцы. Я, честно признаться, не ожидал такой активности. Для меня это пока что что-то невероятное. Можно даже сказать из разряда фантастики. За трое суток на канал подписалось почти 800 человек и посмотрело 9 с лишним тысяч. А ролик собрал больше тысячи лайков. Спасибо вам всем огромное. И хотел бы отдельное спасибо сказать Пашке с канала Паша делает вещи, который сделал репост данного ролика у себя в телеге. Далее я беру малярный скотч и клею его на шпон. Скотч поможет мне разрезать шпон поперек волокон без проблем. А вдоль волокон я буду резать шпон при помощи так называемого желкореза, конструкцию которого я подглядел у Олега Певцова. Это два одинаковых брусочка, стянутых между собой саморезами, а между ними две бритвочки, которые расположены под наклоном. Первая выступает примерно на 0,3 мм и подрезает шпон, а вторая уже выступает на всю толщину шпона и прорезает его полностью. Наношу клей ПВА на шпон и раскатываю его валиком. То же самое проделываю и с основанием будущего приспособления. И фиксирую шпон при помощи скотча, чтобы он не уплыл во время приклеивания. При помощи горячего утюга все это склеиваю. Я уже показывал данный метод склейки в ролике про изготовление ленты для ленточной шлифмашинки. Нужно хорошенько прижать утюг на несколько минут, пока не перестанет выкипать влага из клея. А еще экспериментальным путем было установлено, что для ножей тоже требуется упор. Его я и приклеиваю аналогичным предыдущим способом. Подающий стол следует полностью опустить, чтобы он не мешал установке. А приемный следует выставить примерно по центру его регулировки, чтобы после установки ножей была возможность его немного поднять. К сожалению, данное видео актуально только для тех, у кого приемный стол фуганка регулируемый. Теперь можно положить приспособление на стол таким образом, чтобы оно уперлось широкой полоской шпона в приемный стол. А нож, который будут тянуть вверх магниты, уперся в узкую полоску шпона. После этого можно затягивать винты. И следует немного подтянуть винты, которыми регулируется высота вылета ножей. Но лишь совсем немного, просто для того, чтобы винты не болтались и не создавали шума во время работы. Вот в принципе и все, нож на месте. И занимает это от силы 1-2 минуты. После идентичной установки всех трех ножей, следует установить высоту вылета приемного стола. Берется ровный брусок, кладется на стол и на бруске делается отметка. Далее нужно прокрутить строгальный вал, чтобы нож толкнул заготовку вперед. Постепенно поднимаем стол вверх до того момента, пока перемещение бруска не составит 2-3 мм. Да, блин, оператор, конечно, из меня тот еще. Только на монтаже я заметил, что полностью перекрыл рукой момент регулировки. И, собственно, тест-драйв выставленных ножей, а также результат. Если это видео было для вас полезным, то лучшая благодарность для меня это будет лайк и комментарий данному видео, а также подписка на канал. А еще я немного заспойлерил обновку в мастерской. Напишите в комментариях, если заметили, что изменилось. Подсказка. На цене есть статья про обновки. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и пока.